Рассматривая отношения Церкви и государства Рассматривая отношения Церкви и государства Исключающая присутствие религии в общественных процессах Но время атеистической диктатуры, надеемся, прошло Присутствие Церкви в публичной сфере Это совершенно нормальное для свободного общества явление Церковь и государство разные установления Церковь есть добровольное сообщество Которое обращается к своим членам с пастерским словом Рассчитывая на их добровольное послушание Государство объемлет всех жителей страны Имея власть принуждать к исполнению своих законов В том числе и силой Церковь не стремится к государственной власти Не собирается усваивать себе государственных функций Более того, она не стремится к государственному статусу Которым обладают Церкви в большинстве Церкви большинства, простите, в ряде европейских стран Требовать от Церкви, чтобы она не сливалась с государством Значит, ломиться в открытую дверь Однако часто за этими требованиями стоит другое Попытки заставить Церковь отказаться от ее пастерской ответственности за своих членов А православных людей от их гражданских прав и обязанностей Члены Церкви являются также и гражданами государства, и членами общества Они призваны руководствоваться в исполнении своих гражданских обязанностей и христианской совести Это относится и к рядовым гражданам, и к тем, кто занимает ответственные посты в государстве Вместе с тем православные граждане, каждый на своем месте, призваны сотрудничать с людьми иных религиозных убеждений и взглядов В поддержании мира и справедливости И в этом отношении Россия – одна из самых продвинутых стран мира Потому что традиция межрелигиозного мира в нынешних непростых условиях поддерживается не только религиозными лидерами, но и абсолютным большинством верующих людей Субтитры создавал DimaTorzok